Жизни двух человек трагически оборвались при столкновении двух иномарок в Ихирид-Булагатском районе. Все произошло на автодороге Иркутск-Жигалова. Также в результате ДТП с незначительными травмами в больницу доставили малолетнего пассажира одной из машин. Ребенок находился в удерживающем кресле. Это и спасло ему жизнь. Жизни многих людей могли быть спасены, если бы водители всегда и без исключения выполняли требования дорожных знаков и правил дорожного движения. Почему такая очевидная истина? Не очевидна для многих автомобилистов Иркутска. Узнаете в очередном выпуске рубрики «АвтоХам». Резкие маневры на перекрестке улиц Клары Цеткин и Пушкина в Иркутске особо скоростным водителям приходится прерывать, чтобы избежать ДТП. Для кого-то тайна, для кого-то секрет полишинеля, но движение на этой улице двустороннее. Об этом свидетельствуют знаки «Уступи дорогу» по обеим сторонам проезжей части. Но они либо крайне неприметные, либо на них просто никто не смотрит. Поэтому с утра движение здесь, как по волшебству, направляется лишь в одну сторону. Все спешат на работу и учебу. Но это не повод нарушать правила дорожного движения. Даже несмотря на небольшую скорость, последствия такой езды могут быть серьезными. С начала года на территории Иркутской области произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых водители нарушили требования дорожных знаков. В данных ДТП у нас 21 человек получил травмы, в том числе 5 несовершеннолетних. В свою очередь стоит отметить, что нарушение требования дорожных знаков наблюдается чаще всего, когда участники дорожного движения проезжают перекрестки. Один водитель не предоставляет другому преимущество в движении, вследствие чего происходит совершение дорожно-транспортного происшествия. Проиллюстрировать это можно с помощью перекрестка улиц Гаврилова и Сурикова. Машины, которые двигаются в сторону Староангарского моста, имеют преимущество и при развороте, потому что у них главная дорога. И чаще водители здесь все-таки уступают проезд. Но, как везде, найдутся свои антигерои. Едут вперед, не глядя на предписывающий знак, как, впрочем, и на все остальные. А ведь есть участки, где вообще нет никаких знаков, даже приоритетности. Знаки приоритетности всего лишь несколько упорядочивают общие правила дорожного движения. Но что делать, если их вообще нет? Разберем на примере обычного Т-образного перекрестка. Это равнозначный перекресток с отсутствием знаков приоритета. Здесь действует лишь одно правило. Правило правой руки или помехи справа. То есть каждый водитель должен уступать тому, кто находится справа от него. Это позволит избежать аварийной ситуации. С момента появления автомобилей, а вслед за ними первых аварий, появились и дорожные знаки. Почти 120 лет они предупреждают водителей о необходимости выполнить тот или иной маневр. И за это время, кажется, произошло слишком много трагедий, чтобы продолжать их игнорировать. Олег Федоров, Василий Заводский. Новости по будням.